добрый вечер дорогие друзья мы напоминаем вам что вы с нами здесь нашей студии пусть и виртуально но все равно вместе с нами здесь в хайфе студии азис медиа и у нас с нами сегодня леон мазин мы отвечаем на те вопросы которые накопились и продолжают накапливаться один из таких вопросов довольно объемный вопрос такой мы знаем что иисус умер за людей живших во времена ветхого завета и нового завета в целом иисус умер за свою невесту церковь мы знаем что новозаветние спасенные являются церковью церковью вот вопрос являются ли ветхозаветные спасенные частью невесты христа то есть церковь окей здесь такой на ворот мы знаем тоже вопрос кто мы что на ворот на ворот да церковь а кто есть церковь а что такое церковь а является ли израиль церковью а что такое это вообще и существует ли она вообще в целом окей на самом деле это ну как бы нужно по частям отвечать мне нужно чуть подготовиться к такому вопросу чтобы ответить 1 2 3 4 5 разобрав вначале что подразумевалось под словом экклессия или кирилла община которая принадлежит мне но вначале я хочу предложить немножко другое место писания чтобы пояснить что-то это может показаться вам немножко странным местом писания но в торе есть история про города убежища помните это и поставь себе столько-то городов убежище если кто-то возьмет кого-то убьет случайно то есть рубит дерево и топорище отлетела и убила человека он убежал в город убежище то может там жить безопасно то есть это как бы не вендето уже не достает этого человека он может там спрятаться и может жить там и там есть определение до момента пока жив первосвященник то есть есть интересное понимание то есть человек допустим случайно произошло он работал на стройке у него из рук выпал молоток и убил другого человека он убежал в такой город не предумышленно вообще не думал об этом друг его был то есть вообще то есть в древние времена сегодня такого человека наверняка ну как то все равно правда нет все равно к но как-то накажет я не знаю может чуть-чуть но не предумышленно это но должен был смотреть за техникой безопасности или страховка не знаю в те времена он убегал туда и и если он убежал в этот город убежище вот недалеко от нас есть такой город называется йок на и про этот город написано что он был городом убежища модеин такой город не любит русле и допустим в это время в стране был первосвященник которому было 93 года такой человек который спрятался в этом городе мог ожидать что еще два три четыре пять лет и первосвященник умрет и он выйдет на свободу другая ситуация он попал такой город из этих неприятных обстоятельств и первосвященнику 27 лет 35 лет обычно с первосвященники выбирали человека здорового умного потом свете сил с расцвете сил и она могла тянуться 60 лет играючи такой человек понимал он пожизненный но что мы учим из этой истории смерть первосвященника который по умолчанию являлся светом общества и праведником своего поколения делаю усиление на слово праведник своего поколения искупала искупала от заключения даже от смерти от убийства от греха убийства пускай непредумышленного любого заключенного таких городов израиля было много из этого выводят так называемую теорию праведника праведник полагает жизнь свою за неправедных людей и есть другая теория супер праведника если праведник может искупить только людей своего поколения то супер праведник может искупить людей всех поколений и именно таким статусом наделяют Машех Машех это супер праведник смерть которого должна оплатить цену греха всех поколений которые были до него после него во время него во всех поколениях я привел этот пример чтобы сконцентрироваться на Яшуа смерть и воскресение Яшуа из мертвых смерть его за все поколения было чем-то уникальным а воскресение из мертвых показывало что и сам он не имел никакого греха понимаете теперь кто кого он покрыл как я уже сказал повторюсь те кто был до него во время его и после него об этом Исаия 53 глава очень четко говорит и вот эти вот вещи про супер праведных вы можете в еврейских источниках почитать достаточно теперь кто эти люди назовем так те которые наследуют воскресение в славе Божьей потому что подверглись искуплению того в которого они верили стали частью команды воскресение из мертвых это основополагающий элемент веры еврейской и хоть про это мало написано в Танахе и в основном про это говорится в Новом Завете но в Танахе тоже есть немало таких моментов так вот в случае воскресения в славе это уготовано тому народу который является Израилем потому что он первый блок Божьего народа и остальной части Божьего народа которых до Нового Заветнего Время до смерти и воскресения не было вообще никого там или единицы были апостолы стали мириады уверовавших язычников поэтому я бы наверное в современном контексте слово церковь избежал а говорил бы просто о Божьем народе который наследует спасение из-за того что Ешуа умер и воскрес ради оправдания окей то есть вот примерно вот такая картина вообще эта тема достаточно обширная и сложная и я готов на нее поговорить но наверное здесь будет разумно обратиться к местам к сноскам а не вот так вот а вот так мне находят хорошо спасибо вопрос такой ну раз уж заговорили об общинах что такое рукоположение на служение старейшиной общины интересуются нашим ну эта вещь я понимаю наследовалась из еврейских синагог и здесь как бы нет ничего сверхнового общины управлялись старейшинами старейшинами не всегда это были старые люди но всегда это были головой старые люди имеется ввиду мудрые опытные духовные праведные руководителем общины часто был один из этих старейшин или пресвитерами их называли еще то есть первый среди равных но это всегда был совет это никогда не было авторитарное управление я сказал я ваш пастор и только так это это не библейский метод старейшины это люди духовные которые призваны в некоторых местах это чуть и не пожизненный статус я видел другие места мне очень понравилось кстати когда выбирали старейшин на 4 или на 7 лет и выбирали совет старейшин то есть 5-6 человек из них там 4 человека 3 человека в зависимости от объема общины сколько людей в общине и старший пастор или руководитель и каждый из них имеет право проповеди право голоса право возложения рук там как написано в Иаковой позовут пресвитеров или старейшин хотя все таки основная нагрузка ложится на того первого среди равных который ну это мог бы фултайм старший но это никогда не было его чисто авторитарное а я решил так то есть это не должность директора нет 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 ни в коем случае и рукоположение старейшины происходит таким образом что допустим община чувствует или лидерство общины чувствует что вот сейчас у нас три старейшины и община возросла и нам нужны еще дополнительные люди которые могут пиктись о пастве которые могут заботиться посетить я знаю помолиться служителя какого-то уровня то избирается таким образом старейшина ну и к нему естественно есть критерии которые да 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 человек муж одной жены правильно ведущий свое хозяйство кстати вы знаете я на своем опыте несколько раз учился тяжелым методом ну как вот этот момент ведущий хорошо хозяйство и все такое думаю это не малозначный момент мы сейчас все иммигранты особенно в новой стране нужно брать человека который горит и всякий раз когда человек не мог руководить своим домом всегда через год через два был коллапс всегда то есть сегодня если я смотрю в сторону кого-то потенциально будущего старейшины это должен быть человек который грамотный духовно который знает как управлять своим домом это не значит что он ротшильд нет 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 но кредитами он не задавлен и в то же самое время работает человек прилагающийся вот такой видно как он прикладывается к своим детям это не значит что все должно быть по нитке мы все живые люди но это обычно я думаю очень сильный удар нанесло по пониманию здравому этих вещей в свое время советская такая партапарат когда начали потом смотреть на служителей как на некоторых таких политических работников я думаю в харизматических общинах это было не ударом бывшего советского союза а это был пример который пришел с Америки почему то я так думаю знаете Америка ну более-менее демократия ну как бы что хочет я думаю некоторые группы религиозные наелись демократии и захотели поцарствовать и вот там они выстроили вот эти пирамиды и эти пирамиды потом трансформировались туда куда а это были обычно большие общины потому что в таких случаях главой пирамиды был всегда харизматичный человек который мог собрать вокруг себя большую команду и нужно было себя дополнительно реализовывать и они передали эти примеры в другие места но это не есть библейский опыт библейский опыт когда есть первый среди равных но есть еще люди и советом решаются какие-то вещи но это не значит что толпа должна давайте проголосуем повесим мы эту люстру или не мы проведем новогоднее собрание 31 января декабря или 18 сентября по еврейскому это должно определять ну как бы руководство группа старейшин которые определяют во всем должен быть баланс конечно во всем должна быть мудрость поразительно дорогие друзья но в той большой прекрасной стране в которой изобрели флешку производят самые быстрые современные процессоры где работают компании интел, майкрософт то есть в нашем государстве Израиль самое слабое и печальное это интернет но мы надеемся что рано или поздно и это у нас станет в передовом рубеже мы верим что однажды наши эфиры прерываться не будут и интернет будет скоростным и хорошим ну а пока тем не менее просим прощения за технические какие-то неполадки возвращаемся в нашу студию оазис медиа напоминаем с нами сегодня в этот прекрасный вечер Леон Мазин ну и мы общаемся на духовные теологические темы чем прекрасно новое телевидение которое интерактивно которое в фейсбуке что мы можем буквально вести диалог со зрителем и вот на наш ответ о троице поступил такой комментарий люди задаются вопросом а как же сам Иисус говорил о крещении во имя Отца Сына и Духа Святого там буквально я прочитаю вопрос он звучит так он звучит но сам Ешо сказал принимать крещение в имя Отца Сына и Святого Духа окей я сейчас говорю мое субъективное понимание этих стихов естественно пользуюсь старым еврейским выражением этому меня научили другие тоже это не мои логические выводы потому что ну какие-то выводы я делаю сам но чему-то и учусь во-первых если мы рассматриваем это местописание то не все соглашаются что это был оригинальный текст многие говорят что вот именно вот эта вот вставка была более поздняя и на основании чего этого говорят во имя Отца Сына и Святого Духа потому что если мы рассматриваем деяния апостолов то там все они погружались во имя Ешо в воду и погрузил их во имя Ешо и погрузил их во имя Ешо везде в деяниях апостолов не встречается такой формировки почему? потому что и такое такое объяснение существует что погружение в Ешо это по сути погружение в смерть и в воскресенье то есть соединение с ним и апостол Павел в римлянах в 8 главе очень четко эту тему говорит что там в 6 главе слиха прошу прощения в 6 главе там сказано мы соединены с ним погружением в смерть чтобы быть с ним также в воскресенье и именно вот как бы умертвить себя умертвить себя то есть это Ешо это никоим образом не связано с Отцом это никоим образом не связано со Святым Духом потому что ну как бы эти эманации Бога я буду пользоваться старым жаргоном никогда не умирали но я слышал недавно от одной умной женщины очень интересный комментарий на эту тему и она разбирается в этих вещах она говорит что в еврейской культуре существовало три вида погружения в воду первый называется миква когда у женщины дни очищения у мужчины периодически бывают какие-то нечистые эти вот и погружается в воду смывая себя ритуальную нечистоту как бы освежаясь обновляясь это первый первый второй пункт когда человек не еврей обращается в иудаизм гьюр то есть он был язычником танцевал вокруг дерева со словами тумба-юмба и в один день ему пришло просвещение его научили он погрузился в воду и стал евреем решил стать евреем да, 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 да решил стать евреем прошел гьюр мессианский гьюр стал евреем и все есть третье и оно связано кто погрузится или крестится во имя это обозначает формулировка рабство и очень похоже как человеку прокалывали бы ухо возле двери есть такое место в писании то есть и стал на веки рабом и вот некоторые говорят что это не более поздняя вставка а это оригинальный текст из Матфея 28 там в конце и он подразумевает что через водительство Святого Духа мы соединяемся с Иешуа и становимся рабами отцу или как был один из первых вопросов что такое Бог обитает в человеке становимся принадлежащими мне такая интерпретация лично очень сильно понравилась но это ни в коем случае не указание на треугольники или на какие-то препарирования благословенного творца это больше указание человеку что он должен подчиниться и приблизиться к Господу Богу чтобы всецело принадлежать ему так как случилось когда-то с Авраамом и это тоже была трансформация лех-леха иди Авраам я тебе дам что-то а ты сделай для меня что-то бизнес между Богом и человеком потом проходит время утаю или чего-нибудь от друга моего Авраама то есть мы видим изменения он становится более близким и потом следующий шаг и испытывал его Господь и сказал принеси мне жертву сына и он сказал я подчиняюсь тебе я раб твой то есть это вот с той же самой серией когда движимые тем что Дух нас учит а Дух был призван Святой Дух был призван тому чтобы напомнить нам все что говорил Иешуа при жизни чтобы мы могли соединиться с Иешуа чтобы мы могли одеться в Его праведность согласиться быть Его учениками следовать за Ним и тем самым через Него стать рабами Творцу рабами Отцу то есть вот эта идея и она мне очень нравится ну и мы напоминаем что мы не говорим о математике где можно все разложить биологию и не нужно и не нужно кстати если здесь кто-то спросит о а меня крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа что же делать ничего не надо делать все нормально а меня крестили во имя Иешуа и Мессия тоже ничего не надо это больше это больше не слова а это больше статусы мы подчиняемся мы изменяемся главное следовать правильному а перекрестите меня о меня неправильно да это все если твое сердце было настроено на то как Петр говорит погружение в воду это не нечистоты ритуальной омытия а обетование что я буду ходить за Господом Богом то есть я подчиняюсь Ему служить Ему с чистой совестью вот как раз вот это же самое дело так же как мы видим в Писании что не было никаких особенных курсов для Евнуха то есть он сказал хочу чтобы крестили есть вода крестили ну я думаю что Евнух был как-то наставлен и здесь ему дали просто какой-то базис знал да вот такой вопрос очень интересный задают скажите пожалуйста сейчас очень много христиан разных деноминаций слушают еврейских мессианских проповедников в том числе наверное на нашем канале а потом они перестают ходить в церковь или бунтуют значит не на наше не соглашаясь с учением своей общины приносят разделение ну и тому подобное что бы вы порекомендовали таким верующим я уже порекомендовал наверное раз пять что тот кто вносит бунт это всегда плохо кто-то вносит просвещение это хорошо но в правильном духе этим людям нужно просто оценить себя я не сторонник вообще спорить ну говорят в спорах рождается истина или там выявляется искусственный так написано в писании да но смотря в каких спорах где что и зачем если человек приходит на разбор кого-то чтобы поругаться с ним или поспорить это ничего не приносит если два человека пытаются разобраться и пытаются доказать что один другому что то и они в правильном духе то это нормально так и здесь это неправильно вносить разделение разложение это неправильно у нас есть некоторые инструменты которые мы можем пользоваться не внося хаос мы можем молиться мы можем погружаться в святость сами и мы можем просить у бога мудрости и правильного времени чтобы поговорить а вот эти вот подводные штуки они только разлагают лучше в таком случае найти просто мессианскую общину пойти туда и быть там и не вносить хаоса попросить благословения сказать я не совсем во всем согласен с вами я хочу быть по другому и все всегда лучше идти по пути созидания вот такой вопрос не могу не задать мой друг спрашивает хороший а как насчет третьего храма касается эскатологии будет ли он вообще построен когда бы то ни было физически на ваш взгляд окей персонально субъективно на мой взгляд я думаю что да будет построен потому что про него написано в езекииле то что записано фессалонида посадят в храме как бог выдавая себя я не думаю что это касается третьего храма вообще и к этому месту у меня немножко сложное отношение я не знаю не совсем понимаю будет ли личностный антихрист то есть один человек написано и он говорит будет много и я до конца не могу этот понять вопрос по вопросу третьего храма тоже много чего непонятного там допустим написано в езекииле что будет восстановлено левицкое священство для чего каким образом у нас же есть совершенно жертва машеха но мы знаем что когда был второй храм и павел заходил туда он совершал какие-то жертвы наверное не жертва всесожжения и там покаятельные вещи а благодарности короче говоря там есть много темных пятен я думаю что когда то он будет восстановлен но его назначение будет не антихристианское не антихриста а мессианское и каким-то образом это произойдет как оно будет я в этом ничего не знаю то есть возможно это будет даже некий элемент единения потом не могу понять возможно это связано с откровением двадцать первой двадцать второй главе видел я небесный Иерусалим сходящий с небес возможно это и такая картина будет но это будет чего-то совершенно другого понимания и я думаю что вот эти вот типа вот они евреи пытаются построить третий храм там сядет антихрист это просто хорошая детективная история фильма зрелищно да фильма зрелищно а это на самом деле не то что написано в священных писаниях и наверное правильно что лучше обращаться к вопросам земным в первую очередь понять как нам жить сегодня здесь и сейчас а потом уже молиться и Господь может откроет нам какие-то вещи глубокие небесные ну я думаю наверное напоследок мы зададим еще ну давайте последний вопрос последний потому что я понимаю вопросов много но у всех у нас есть человеческие силы даст Бог мы проведем еще одну да я думаю это не последний раз когда мы видимся заранее просим прощения у тех на чьи вопросы мы не смогли ответить не успели ну спрашивайте и я думаю что все равно ответы мы можем накапливать и потом можем подойти да и мы к ним вернемся ну и в конце концов есть тот кто знает все точные ответы и он может дать вопрос наверное выберем такой почему часто говорят что Ешо все знает а сам Ешо сказал что о дне и часе том ну имеется ввиду день и час его прихода не знает никто даже сын а только отец небесного вот окей окей я не думаю что здесь противоречие написано что когда Ешо пришел то он пришел полностью как человек то есть все божественное и я лично верю в божественность Машефа было полностью сокрыто то есть он не пользовался этим ни в коей мере то есть он был полностью как человек изведавший все страдания ограничения в том числе и явил абсолютный пример с одной стороны терпение страдания с другой подчинение святому духу почему он может быть для нас примером как написано в послании к евреям и стал для нас вечным примером потому что был во всем испытан то есть он по-человечески мог испытывать любые чувства но противостоять им то есть мог быть атакуем грехом греховными помыслами чем угодно но в отличие от многих из нас поддающихся тем помыслам он преодолел все даже смертную крестную смерть умер и был воскрешен Богом и сим было доказано что он супер праведник но все это как человек полностью потому что иначе бы это просто не считалось или иначе он бы не смог для нас быть образцом к поведению потому что если он в этот момент был как Бог а в этот момент как человек то вообще это ну немножко то как нам быть как нам быть на какую часть его смотреть если это не сможем да мы же так же не сможем я понимаю так что в своем рождении и это было опять таки эманациям он сказал так кто видел меня видел отца но с другой стороны это был полностью человек полностью во всех отношениях страдал любил хотел желал перебарывал лень когда надо было усталость боль искушение грех преодолевал это делал решение подчинялся святому духу совершал чудеса знамения и потом тем же духом был поведен на свой последний экзамен который прошел с честью из-за которого мы все получили жизнь притом с избытком я думаю ну вот это вот поэтому не знание чего-то это не противоречит естественно это это как раз таки иллюстрация абсолютно ну что ж спасибо большое в нашей студии в Хайфе был Леон Мазин руководитель общины Шевей Цион и я уверен что вы дорогие друзья можете поддержать как служение Шевей Цион так и служение Азис Медиа и вашими молитвами и вашей материальной поддержкой почему бы и нет но и нам очень важно и ваше мнение вы можете писать вопросы писать то что вас волнует ну а мы наша команда и Леон Мазин в том числе будем пытаться ответить на эти вопросы я думаю нормально если мы закончим помолившись за наших слушателей я думаю еще подсоединяться потом просмотрят этот немножко длинный вечер вопросов и ответов давайте мы помолимся и небесный отец просим у тебя чтобы ты касаясь каждого из нас всех тех зрителей которые смотрят тех которые ищут господа тебя ищут которые пытаются проникнуть в суть писаний во первых помоги нам понимать это мирным образом и пусть в начале производится работа духовная которая потом дает нам повод действовать в соответствии с твоими заповедями с твоей волей помоги нам быть светом а не тьмой я прошу тебя особенное благословение для каждого из нас принято уже принято в таких телеэфирах молиться молиться за исцеление призывая тебя касаться каждого человека семей наших тех кто страждет мы нуждаемся потому что все мы люди все мы ограничены но мы во имя ищуа просим тебя небесный отец чтобы ты касался нас восстанавливал истелял укреплял наши силы раскрывая в нас желание как служить тебе как ходить за тобою мы благословляем твое святое имя царь и просим милости для всех нас и для израиля божьего и для всех верующих башем ищуа машех во имя ищуа мисей амэн и спасибо вам и будьте благословлены спасибо что были с нами спасибо вам друзья до новых встреч м а а а но а и Субтитры создавал DimaTorzok